друзья стелс 600 динлик будем менять задние колодки здесь они стоят не на колесах ну как обычно привычно скажем так а на редукторе перед задним редуктором две колодочки мы их уже приобрели и сейчас быстренько поменяем для этого под домкратим под домкратим квадрик и снимем заднее правое колесо но козелочки понадобится для безопасности довольно быстренькая простая работа начинаем так оба колеса сняли зачем-то ну ладно будет профилактика масленок да так 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 вот наш суппорт нужно будет открутить вот этот болт вот этот болт вернее винт болт это тот кто с другой стороны фиксируется гайкой а винт это тот кто вкручивается в тело крепя что-то поэтому давайте будем называть это винты они под шестигранник вот наши колодочки внешняя внутренняя и вот на всякий случай артикул ну кому нужно адрес магазина где это все покупали обязательно оставлю как всегда в описании к ролику так ничего действуем вынимаю и также другой ставь шестигранник усиливая его гаечным ключом накидным получается рычаг отлично так друзья суппорт просто снимается с диска вот эта колодка я ее назвал внешней на самом деле лучше и назад на передней она как бы получается спереди стоит просто вылетает а вот колодку которая получается сзади да вот это побольше специфическим образом снимается нужно утопить направляющие вместе со скобой суппорта вот так это делается вот так вы утапливаете ее полностью то есть надавливаете если направляющие не обслуживать как на автомобиле вовремя то может случиться перекос износа колодок или вообще заклинивание суппорта поэтому вот видите направляющие вот у нас ходят мы их периодически обслуживаем как гармошка да пыльники складываются здесь все в порядке вот до конца нужно убрать и тогда колодочка снимется но тоже есть иногда приходится с ней повозиться потому что все в пыли в грязи и соответственно иногда надо применить терпение для того чтобы снять колодку но она гарантированно снимется все будет хорошо вот так вышла с одной направляющей сейчас мы опустим вниз вот так все и колодочка снимается раз вот смотрите как мы ездим уже появился такой характерный металлический металлический скрежет вот как раз маркер этого скрежета уже подстирается практически весь фрикцион стерся ну собственно колодкам пора пора на заслуженные куда их куда их да куда-то в скобельные изделия может быть пригодятся вот новые колодочки таким же образом ставим их обратно почему-то в колодке нет вот этого штриха да наверно на мои особо и не нужен и маркера кстати на новой колодке тоже нет видите вот металлический маркер здесь такого нет просто отверстица но все совпадает по размеру китай китаю в общем-то друзья мои рознь но все ставим обратно так обслуживаем направляющие наносим смазку здесь температур нет высоких как в автомобиле под 300 градусов поэтому медную смазку можно и не применять применяем вот такую вполне себя нормально добиваемся чтобы скоба ходила свободно этого вполне достаточно так кого обслужили можно в принципе даже и и наверное и пока не ставить хотя ладно пусть стоит под пыльник суппорта и на машине и на квадроцикле всегда очень аккуратно чтобы не повредить вот таким образом неудобно одной рукой всегда помещаем шиком медную термостойкую смазку для суппортов тогда гарантированно не будет залипать наш суппорт цилиндр вернее суппорта неудобно вот так хорошо и с другой стороны тоже самое смазочка там распределится вот так и только после этого после того как эту смазку мы распределим можно будет убирать поршень очек вот так отлично так ну все убираем вот так давай убирайся неудобно вот так пошел 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 все теперь можно ставить колодки так устанавливаем колодки обратно сначала пружинка пошла ставится она вот так затем пошла колодка которая у поршня поменьше установили она держится теперь пошла в колодка с проушинами надеваем на вот это ушко заводим оттягиваем до конца скобу суппорта так где то но вылетела все пружинка на месте на месте прорезь расстояние здесь достаточно чтобы установить суппорт все в порядке так придерживаем колодки и одеваем все это дело обратно на тормозной диск одевается туго значит что то неправильно значит вылетела какая-то колодка смотрим да постоянно слетает вот эта колодка которая у поршенечка со своих посадочных мест так ставим ее обратно и снова пытаемся одеть все должно заходить свободно ну более-менее свободно не туго по крайней мере так еще раз вот поймал есть смотрим да все достаточно свободно хорошо ходит не подклинивает можно затягивать винты винты смазаны установлены на место момент затяжки средний перетягивать их не нужно для того чтобы через год через два как часто вы меняете колодки чтобы все это дело можно было отвернуть все пробуем пробуем на ходу как у нас тормозят колодочки не подклинивают ли не перегревается ли диск все это нужно обязательно проверить с вами прощаюсь спасибо за внимание подписывайтесь на канал смотрите другие наши ролики про этот шестисотый замечательный квадроцикл про пятисотый казуму замечательный квадроцикл ссылки на плейлисты как всегда в описании к ролику пока качай 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 держи качай воздуху по моему нет держи да все нормально так нажимай напитать тормозом нажал держишь хорошо отлично отпусти посмотрите прилавку понятно что не ок Продолжение следует...